Яма на яме. Не пройти, не проехать. Колесо ногу сломит. Глядя на эти разбитые дороги, жители проспекта Гагарина не устают упражняться в красноречии. И в самом деле, в некоторых местах глубина ям достигает нескольких десятков сантиметров. Люди на потяжении многих лет писали обращение. Просили отремонтировать эти проезды. Там ямы, дорога не асфальтируется, к мусоркам не подойти, лужи. И лед тронулся. Уже готов проект ремонта внутриквартальных дорог. Отремонтируют проезд от улицы Ефремова до улицы Героев-Подводников. Работы проведут вблизи сразу семи домов по проспекту Гагарина от 26 до 38. К концу года жители смогут увидеть новую дорогу. Правда, проект люди попросили немного изменить. Несмотря на убитые дороги, водители здесь часто разгоняются. Нужны лежачие полицейские. Просьбы жильцов пообещали учесть. Об этом нас жители просили еще в 19-м году, во время предвыборной. Эта территория попала в наказы депутатские. С этой программой мы шли на выборы. И мы добились того, что эти территории попали в программу благоустройства. Более того, сделан сейчас проект благоустройства. Также жители попросили сделать вдоль дороги тротуары. Ходить здесь часто приходится по проезжей части. Обратились люди и с вопросом ремонта тротуара на улице Ефремова. Пешеходную сеть там также сделают до конца года. Еще одна проблема – выливается в прямом смысле этого слова во время дождей. Вдоль проспекта Гагарина рядом с домами со стороны дороги из-за осадков вымывает грунт. Почва вымывается. Здесь по щиколку земельная покрова намывает. Ее расчищают. После каждого дождя его опять смывает. Вот горы, как говорится, земли не только здесь, но и во дворе в нашем. Весь этот поток воды, земли в наш двор затекает. А еще жители опасаются – деревья, которые растут в этом месте, могут просто-напросто погибнуть. Мы договорились с начальником управления благоустройства, что на следующей неделе сюда выйдут эксперты, специалисты, озеленители, специалисты с управления благоустройства для того, чтобы найти решение этой проблемы, для того, чтобы сохранить деревья и, что немаловажно, прекратить поток земли и воды во дворы. А жители 34-го дома пожаловались. Наружные трубы отопления старые, на них нарушена изоляция. Заявка от управляющей компании «Всефтеплоэнерго» уже поступила. В ближайшее время специалисты должны приехать и восстановить изоляцию. Светослав Данилов, Михаил Волобуев, Новости Севастополя.